Как взмолится золотая рыбка, голосом молвит человечем, Отпусти ты меня, старче, в море, дорогой за себя дам откуп. Чтобы создать этот мультфильм, потребовалось три месяца, 13 школьников и один творческий руководитель. Анимация из рисунков самых обычных детей, немного творчества, логического подхода и готов короткометражный сюжет по мотивам легендарной сказки Пушкина о рыбке и рыбаке. Этим мало кто занимается дома, в семье, а в школе они замечательно это делают. То есть, конечно, это детское творчество. Может быть, они один раз, сделав мультфильм, будут дальше рисовать, писать, творить, истории делать. Когда классному руководителю 4-го Г-класса развилковской школы предложили вместе с учениками создать такой необычный проект, она ни минуты не раздумывала. Создавать своими руками мультфильм казалось не просто интересно, но и перспективно. С самого начала команда решила, этот проект они представят на фестивале детского творчества «Веснушка». Мультфильм получился. Мы победили в районном конкурсе «Веснушка», заняв первое место. А теперь будем участвовать в научно-практической конференции среди школ нашего района. Я намерена сделать еще больше не только мультфильмов, ну, различных, во-первых, проектов. Но мультфильмы я планирую сделать каждый год. Кропотливо. Рисунок за рисунком, фотография за фотографией. Создание трехминутного мультфильма потребовало много сил и времени. Но недостаточно просто нарисовать и отснять. Чтобы получилась полноценная анимация, ее надо озвучить, что удалось ребятам нелегко. Нужно было читать медленно, с выражением, чтобы медленно были слова, то есть, как по старинке раньше читали или разговаривали. А Егору Кошману выпала роль рэпера. В мультфильм создатели решили привнести долю современности и вставить рэп собственного сочинения. Долго не могли подобрать школьника, который бы с этим справился, и только у Егора получилось. Мне два ведра мороженого, а мне собаку можно, а хочу быть самым сильным. И что боялись всех? У меня тоже нравится, карбоновая ее рамка. А мне было как-то эли, тупаки, чудеса. Сначала было немножко страшно, но потом уже привык. И со временем все развивалось и развивалось. И получал новые успехи. Начало положено. Бесценный опыт получен. И кто знает, может эти неизгладимые впечатления, которые дети приобрели от создания мультфильма, будут причиной выбора их будущей профессии. И кто-нибудь из них станет известным мультипликатором. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.